Пошла наперекор родителям в детстве и стала одним из лучших скрипачей, повзрослев. Маюка Камио – золотая медаль международного конкурса Чайковского и лауреат других премий в Ульяновске. Сегодня наша съемочная группа побывала на репетиции русского-японского концерта. Одна из сложнейших вещей для исполнения – громкая и неженская музыка. Именно так отзывается о своем любимом концерте Маюка Камио. Тачёная японка – лауреат первой премии международного конкурса имени Чайковского на сцене мем-центра. Вместе с Ульяновским симфоническим оркестром репетирует концерт номер один для скрипки с оркестром Шостаковича. Один раз я сыграла этот концерт в Израилу филармоник, и я потеряла даже сумечок на сцене. Не играла последние ноты, потому что так очень сложный концерт для меня. Совместный концерт с нашим оркестром – это один из шагов подготовки русско-японских гастролей в рамках проведения российского года в Японии. Шостаковича при этом выбрала именно солистка. Она заказала проблему, нам создала очень сложный концерт, который очень и очень редко играется. Гениальнейший концерт Шостаковича, который ставит огромные задачи перед солистом и перед оркестром. Это, конечно, очень интересно. Мы уже проиграли, казалось бы, сложнейшую музыку, но с ней было очень легко репетировать. Это, конечно, радостно. Маюка Камио – одна из самых титулованных скрипачек Японии. Обладательница Страдивариуса 1731 года. К профессии, прославившей ее на весь мир, девочка из Японии шла сквозь тернии. Играть на скрипке, вы помните, всегда очень-очень дорого. Это только для богатых людей. Поэтому мои родители всегда сказали, что это не стоит играть, потому что потом как ты будешь зарабатывать эти деньги, которые тратили на тебя. Но когда я первый раз, как будто было так маленько, слышала Чайковского, еще Шостакович, я просто влюбила. Позже влюбила в себя жюри международных конкурсов. И это будет один из лучших концертов в Ульяновске, уверяют музыканты. На сцене мем-центра. Он состоится 14 октября. Гастроли же симфонического оркестра «Губернаторский» в Японии пройдут с 15 по 28 ноября. Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.